Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера вечером был такой очень страшный день на биржах. Посмотрите, на мировых биржах индекс S&P 500, индекс 500 крупнейших компаний Америки. То есть это состояние акции Америки. Посмотрите, он рухнул вчера. Очень сильно, очень сильное падение по S&P 500. По NASDAQ еще больше падений, вы видите? То есть посмотрите, вот здесь вот уровень августа. То есть вчера после какого-то продолжительного подъема достаточно S&P 500 начал валиться очень-очень резко. NASDAQ очень резко начал валиться. Dow Jones очень резко. Вот здесь вот, посмотрите, этот индекс говорит о волатильности рынка. Он резко взлетел вверх. Нефть. Нефть несколько понизилась, да. Мы видим, что по нефти падение не такое сильное. Вот. Ну, картинка, посмотрите, какой огромный медведь. И там маленький-маленький бык. Вот. То есть на рынок, кажется, пришел перелом. Что это? Начало кризиса или что-то еще? Я не знаю. Но вчера, например, вот нефть очень резко упала. Вчера в 23.30 я ждал очень сильно. Ну, были данные по нефти должны были выйти. Они каждый раз выходят. В среду и в пятницу. Еженедельно. И что вчера было с нефтью? Давайте посмотрим. Вот. Здесь более понятно. Вот он, вчерашний день начался спокойно. Нефть доросла до 85 вчера. Где-то примерно к обеду, да? К 13 часам. И пошла падать. И она упала до 82,5 фактически. Посмотрите. Очень серьезное падение по нефти. Что это значит? Ну, это значит, причем падение, ну, вот очень сильное падение было вот здесь вот. Это 23 часа перед закрытием уже, когда вышли данные. Вот. А в преддверии этих данных, ну, все было уже кому-то, наверное, известно. И нефть начала падать заранее. Поэтому очень поздно ночью нефть упала. Я сидел на бирже. Ну, вот, посмотрите, я немножечко на этом заработал. Посмотрите. Вот здесь вот я продал в шорт нефть по 82,91. И купил 82,45. Значит, смотрите, количество лотов 18. То есть я продал 18 лотов. Один лот – это 10 баррелей. За какой период времени эти деньги заработались? В 21.30 я продал и закрыл сделку в 23.30. То есть как раз, когда данные вышли, она еще упала. За компьютером просто я знал, что данные выйдут в это время. Я подключился к компьютеру, ну, посмотрел и вот так. Вот за полтора часа совершенно спокойно. И там у меня очень небольшие деньги на срочном рынке, потому что я не хочу рисковать. В основные средства у меня сейчас вложены в акции, разные другие инструменты. То есть, а здесь чисто вот, ну, как бы для спекуляций. Что ожидается сегодня? Вот прямо сейчас, через 10 минут ожидается открытие биржи. Я думаю, что у нас доллар резко вырастет. Нефть, не знаю как. Доллар подрастет здорово. Он вчера уже начал расти к ночи. И индекс РТС будет падать. И я думаю, что я еще заработаю сегодня очень даже немало. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что, посмотрите, даже когда все рынки падают, даже когда очень сильно они падают, то можно очень хорошо заработать на этом, если владеть информацией. А как это сделать? Ну, надо прежде всего зарегистрировать брокерский счет. Надо научиться работать вот с квиком, с биржевым терминалом. И, ну, просто следить за ситуацией. И можно зарабатывать там 20, 30, 40 тысяч в день. Имея на счету, ну, скажем, вот там 200-300 тысяч рублей в день. Такие деньги можно зарабатывать. И подумайте просто, поделите свои доходы на 30, на количество дней в месяце. И посмотрите, сколько денег зарабатываете вы. И, то есть, это, может быть, вы поймете, что, в общем-то сказать, на бирже надо уметь работать. И на бирже надо этим заниматься, во-первых. Надо это знать. И это может быть очень полезным. Вот такие ситуации, когда, возможно, начинается кризис. Чем было спровоцировано это падение, я не знаю. Возможно, Китай начал распродавать долги американские. Он самый большой кредитор Америки. А у них сейчас торговая война. Просто Трамп слишком сильно повыступал. Китай показал ему свое место. Ну, на этом можно заработать, ребята. Как заработать? Ну, я этому обучаю курс «Биржа для чайников». Сейчас вот он заканчивается буквально. И уже люди, которые вот обучались, уже смотрят на ресурсы в интернете, какие надо посмотреть, где что. Следят за информацией. Мы делимся друг с другом в чате, в телеграме, всякими различными новостями, инвестиционными идеями. Как наш тем зарабатывать? Ребята зарабатывают деньги, хорошие деньги, те, которые прошли курс обучения. Но я еще раз хочу сказать, что, друзья мои, этим надо заниматься. Записаться на курс, на обучение вы можете на сайте на моем по-прежнему, demetkov.com. Там есть бесплатный вариант, как просто зарегистрировать счет и открыть модельный портфель. И есть, как настроить квик, там, можно сказать, платные курсы. Все это достижимо. Ну, ребята делают тоже деньги. Я надеюсь, что было полезно. Смотрите следующее видео. Сейчас вот скоро биржа откроется. Я уже, так сказать, все, надо готовиться. До встречи. Итак, только что открылись торги на бирже. Сейчас посмотрим, что произошло. Ну, как я и говорил, посмотрите, на открытие индекс РТС обвалился. Вот, прибыль дня у меня, посмотрите, 4 минуты назад, 5 минут назад открылась биржа. Прибыль дня у меня 10651 рубль. Вот, я купил опционы. Я купил опционы PUT на открытие прямо. Достаточно большое количество. Сейчас будем следить. Если индекс РТС продолжит опускаться, и если с индексом будет все не очень хорошо, то РТС начнет опускаться, доллар будет расти, и, соответственно, опционы PUT будут расти намного быстрее, чем снижается индекс. Таким образом, на падении рынков можно заработать весьма неплохие деньги, на падении, не только на росте, и поэтому, в общем, оно того стоит. Ребята, оно того стоит. Начинайте учиться финансовой грамотности. Начинайте учиться открывать брокерские счета и работать с ценными бумагами. Это может быть весьма полезно. До встречи. С вами был Демитков Юрий.